добрый вечер как всегда по вечерам в эфире программа в центре внимания как всегда будем обсуждать наиболее волнующие вопросы дня впрочем и сегодняшняя тема разговора актуальна во все времена с тех пор как появились товарно-денежные отношения буквально ежедневно каждый из нас задается вопросами из серии сколько стоит так что роль покупателя обыденно и привычно но процесс покупки продажи товаров имеет множество граней по ним и пройдемся вместе с начальником управления по торговле и услугам населению мэрии архангельской ирина и любовь и ирина владимировна добрый вечер я не преувеличил тетиса многогранности архангельской торговли конечно нет вот для начала если позволите немножко цифры и все будет понятно на 1 января 2014 года в городе архангельске насчитывается более двух тысяч предприятий торговли сюда входит и предприятие общественного питания и объекты мелко розничной торговой сети если отдельно выделить то в городе архангельске на сегодняшний день 400 предприятий общественного питания и если мы будем говорить о сфере бытовых услуг то здесь порядка 1200 сколько людей занято в этой сфере но сложно сказать я сейчас не готова сказать вам по цифрам и в дополнение хотела бы еще сказать что на сегодняшний день на территории муниципального образования города архангельск есть два муниципальных унитарных предприятий соответственно торговли и бытовых услуг и если позволить я бы еще хотела сказать что в 2013 году у нас увеличивается количество предприятий общественного питания открываются предприятия специализированной сети это пиццерии быстро кафе и кофейни и кафе быстрого питания есть такой термин обеспеченность объектами торговли вот поэтому показателю как выглядит архангельск архангельск выглядит более чем хорошо обеспеченность торговыми площадями в россии в расчете на тысячу жителей в целом по городу составила около 6 160 процентов к нормативу если сравнить с 2012 годом там было сто пятьдесят четыре процента однако обеспеченность в соломбальском и максанском и сокогорском и цыгломинскими округах по-прежнему не достигает нормативных показателей и по предприятиям общественного питания также это предприятие общей доступной сети она составляет сто восемьдесят восемь процентов нормативу вот я не случайно спросил вас про обеспеченность да первое что приходит новым когда речь заходит об архангельской торговле это конечно наши торговые центры вот на мой взгляд их количество ну мягко сказать предостаточно так ли это но появляется новый значит это востребовано я думаю это востребовано и я думаю что наши бизнесмены все-таки просчитывают перспективы своего дальнейшего бизнеса коль они вкладывают деньги в строительство торговых центров тем не менее посещаемость значит людям это нужно и появляются новые торговые центры и они становятся все более масштабно то есть на ваш взгляд эта тенденция вот всей мировой торговли я думаю что да и мало того ведь вы если обратили внимание появляются не только торговые центры в них появляется целый спектр дополнительных услуг опять-таки то же самое о чем мы говорили это услуги бытовые услуги и услуги общественного питания есть комнаты для развлечения детей где родители могут оставить то есть полностью весь спектр услуг представляют наши торговые центры то есть это означает что и покупательная способность покупательская способность наших горожан достаточно высока безусловно ну давайте вот от больших центров к маленьким павильонам точнее ну в народе их называют ларьки да раньше не были очень популярны в 90-х годах особенно сейчас есть интерес у предпринимателей вот к этой сфере бизнеса да и предприниматели есть интерес и чтобы я хотела сказать такой небольшой экскурс что в соответствии с федеральным законодательством 2012 году была разработана схема мэрии города архангельска схема нестационарных торговых объектов и тех самых ларьков до ларьки киоски павильоны да и прежде всего их чтобы было понимание что схема она может вносим нее корректировки прежде всего с учетом потребности населения в услугах торговли и естественно на основании предложения администрации территориальных округов то есть на сегодняшний день вы наверное обращаете внимание что в центральных округах у нас нормативы это ломоносовский и октябрьский округа нормативы превышают в два с половиной раза то есть площади превышает два с половиной раза поэтому этих ларьков в центре города должно быть меньше проще говоря так так и есть вот за отчетный период допустим возьмем 12 13 год ну порядка где-то на 40 объектов торговли у нас уменьшилось но это не говорит о том что предприниматели остались без работы то есть мы работаем по принципу меняется место сохраняется бизнес всем предпринимателям которые обращаются в мэрию города архангельска мы предлагаем другие альтернативные места в тех округа города где есть возможность охотно ли люди уходят с насиженных мест ну скажу что не совсем охотно конечно люди уходят с насиженных мест но нужно понимать и о том что данный формат торговли уже не совсем востребован нашим населением я напомню что мы работаем в прямом эфире телефон редакции 639 717 если у вас есть вопросы к моей сегодняшней гости с удовольствием будем рады услышать вас прямом эфире ирина владимировна вот вы уже затронули тему упорядочения нахождения наших нестационарных объектов как это правильно называется нестационарные торговые объекты как дальше в этом направлении будет работать мэрия архангельска мы будем продолжать работу по упорядочению нестационарных торговых объектов возможно какие-то объекты будут заменяться там где это опять-таки нужно будет нашему населению мы будем заменять будем предлагать вернее нашим предпринимателям заменять старые киоски на новые павильоны удобные светлые со входом чтобы покупатели где-то на остановке могли зайти погреться а вероятно даже будут стоять есть у нас такие сейчас задумки с нашим предприятием роспечать будут стоять возможно кофемашины где люди найдут могут зайти выпить чашечку кофе погреться купить прессу то есть на том же месте на том же месте но гораздо более цивилизованной да уже будет проходить процесс торговля и удобнее опять-таки для покупателей такие примеры уже в принципе в городе я знаю такие примеры в городе есть и я думаю что у нас все получится но от торговых центров и небольших павильонов давайте перейдем к еще одному объекту торговли опять же в архангельске их называют шашлычки до наши кем-то любимые кем-то нелюбимые как в этом году будет выглядеть наша набережная 4 мэрии города в апреле 2011 года был проведен конкурс на право заключения договоров аренды земельных участок вот под размещение летних кафе то о чем вы говорите по итогам конкурса было заключено 6 договоров аренды на срок до конца апреля 2014 года как мы понимаем срок аренды истек и я просто объясню для чего заключались договоры на такой длительный срок то есть прежде всего мы давали предпринимателям возможность вложить определенные финансовые средства для закупки новых современных павильонов торгового технологического оборудования то есть это все делалось для того чтобы улучшить качество предоставляемых услуг жителям и гостям города но к сожалению на всех шести арендуемых участках существенных положительных изменений не произошло также я хотела бы отметить что в адрес мэрии за тот период о котором я говорю поступали многочисленные обращения жителей близ лежащих домов то которые проживают на набережной люди были недовольны прежде всего тем что было шумно в ночное время были запахи мангала естественно и туалетов конечно мы учли пожелания жителей нашего города и у нас состоялась рабочая группа по благоустройству и озеленение территории города архангельска и там было принято решение отказаться от сдачи в аренду участков под размещение летних кафе и сохранить набережную в качестве места отдыха для горожан без элементов торговли но за исключением у нас будут стоять палатки будут стоять морозильные да не холодильные прилавки зонтиками то есть где люди смогут прогуляться по набережной купить соки напитки мороженое и сувенирную продукцию речь идет о безалкогольной продукции поскольку говоря о летних кафе мы в первую очередь подразумевали наличие пива совершенно верно и вот в дополнение к вам я бы хотела сказать что вы наверное со мной согласитесь что центральная часть города проспект троицкий также набережная которая параллельно троицкому достаточно количество стационарных предприятий торговли которые в которых соблюдаются все санитарные нормы и правила это касается как потребителей так и продавцов но готовясь к программе я рассмотрел несколько формов на которых понятно что кипели страсти обсуждая эту инициативу мэрии как вы относитесь к идее о том что убирая вот такие летние кафе в том виде в котором они у нас были может быть не рассматривался ли вопрос о появлении летних кафе в более вот скажем так пристойном виде о котором и подразумевалась и гречка когда вы продлевали договоры арендатором вот как раз мы и продлевали для договора для того я уже говорила чтобы люди ложились вложились вложились в но не произошло но этого не произошло то есть если вы ну гуляя по набережной наверное обращали внимание на те старые старые тенты которые были натянуты которые уже не подавались никакой то не химической чистки не ручной то есть у нас были замечания скажем так И сейчас, на сегодняшний день, изучая опыт других городов, и просто, ну, бывает, скажем, в столичных городах и не только, есть кафе, рестораны, которые расположены на набережных, как раз где могут люди гулять. Вот там есть возможность организовать террасы с навесом, то есть соблюдая все санитарные нормы и правила, о которых я говорила выше. Но все-таки более современный вид, согласитесь, да, эти палатки явно не добавляли все-таки антуражу нашему любимому Архангельску, нашему любимому летнему Архангельску. Тем более в преддвериях юбилея, в этом году у нас юбилейный год, и хотелось бы, чтобы мы порадовали горожан, прежде всего, красивым, удобным и чистым городом. Давайте поговорим о ярмарках теперь. Ярмарки, как большие, Маргаритинская та же, да, такие сезонные, они становятся, опять же, популярными в Архангельске. Вот какие планы в этом году у нас? Ну, в этом году, во-первых, все ярмарки у нас проходят по распоряжению мэра города Архангельска. У нас утверждается на год план проведения ярмарок. Я хочу сказать о том, что ярмарки у нас проводят две выставочные компании, они проводят их на территории Дворца спорта. Мэрия города проводит тоже ярмарки, как вам известно. Вот в первом квартале, и сейчас у нас будет завершающая, чуть позже скажу о том, мы проводили ярмарки выходного дня, которые у нас прошли по всех территориальных округах города, где-то даже по два-три раза. Но это по просьбе жителей города Архангельска, мы их проводили повторно. Это были ярмарки выходного дня по продаже рыбной продукции, рыбных полуфабрикатов. Кто посещал ярмарки, люди остались все довольны, потому что продукция была свежая, цены в среднем были процентов на 30 ниже среднегородских по городу. Мы, естественно, говорим сейчас про розничные магазины. То есть люди остались довольны, но пока вот сейчас нам позволяют погодные условия, и если позволите, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить всех горожан. У нас такой заключительный сезон ярмарок. Это опять-таки по просьбе населения нашего города. Ярмарка состоится в эти выходные, в субботу и воскресенье на территории МУП «Центральный рынок» со стороны Ваучейского, на том же месте, собственно, где мы и проводили. С 11 до 16 часов. То есть мы приглашаем всех горожан посетить ярмарку. Будет рыбная ярмарка, да? Будет рыбная ярмарка. Но вот эти сезонные рыбные ярмарки, они, конечно, пользуются большой популярностью у горожан. И прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться. И давайте отправимся в Северный округ. На улице Кировской непривычно людно. Жители Северного округа спешат приобрести свежую треску, палтус, окунь и другую продукцию местных поставщиков рыбы и морепродуктов. Цены на треть ниже среднегородских. Какую рыбку сегодня купили? Палтус, треску, окунь, горбушу. Почему решили прийти на ярмарку? Ну, не знаю, вроде подешевле, цены здесь. Приезжайте чаще, чтобы к нам не ездить. Задача максимально приблизить свежую рыбную продукцию к покупателям была поставлена мэром Виктором Павленко. Исправно выполняет ее уже в который раз Архангельская рыбная компания. Отзывы покупателей какие? Отличные. Покупателям нравится. Приходят, покупают, радуются. Это программа «В центре внимания». Мой сегодняшний собеседник, начальник управления по торговле и услугам населения у мэрии Архангельска Ирина Любова. Ирина Владимировна, Вы уже упомянули о том, что цены на сезонных ярмарках, они значительно ниже. За счет чего удается держать цену? Ну, скажем так, что вот конкретно касаясь рыбной ярмарки, то предприятие, которое работало с нами на рыбных ярмарках, оно просто участвует в социальной жизни города, оно понимает эту значимость. И при определенных переговорах мы достигли согласования. Мало этого, это предприятие успешно работает. У нас есть такая форма торговли, как тонары, это передвижная форма торговли. Они у нас устанавливаются и на центральных улицах города, и практически во всех отдаленных округах. В том же Северном округе они работают, и на Воравина факторе, и Сокогорка, Цегламенский округ. То есть предприятие несет, ну, скажем так, социальную нагрузку. Оно прекрасно понимает о том, что эта продукция людьми востребована. То есть это яркий пример так называемой социальной ответственности бизнеса? Безусловно. С нашими местными производителями насколько хорошо налажен контакт в работе на таких ярмарках? Ну, на ярмарках, я вот вам поясняла, что ярмарками у нас занимаются те ярмарки, которые мы проводим во Дворце спорта, это выставочные компании. Естественно, они работают в тесном сотрудничестве. Но я хотела бы еще сказать, что муниципальное предприятие, центральный рынок, да, всем известный, то есть распоряжением мэрии города для местных товаропроизводителей на розничных рынках остается 50% от общественного количества торговых мест. То есть на каждом рынке 50... То есть на каждом рынке 50... Каждую неделю мы получаем информацию от администрации рынка о наличии вакантных мест. Мы эту информацию передаем в Министерство агропромышленного комплекса и торговли. Также эта информация у нас размещается на сайте интернет-портале и на странице управления по торговле. Поэтому для предпринимателей мы открыты, пожалуйста, приглашаем всех на рынки. Востребовано это ваше коммерческое предложение? Я думаю, что востребовано. Как вы оцениваете достаточно серьезный вход торговых федеральных сетей на рынок Архангельска? Я думаю, что это неплохо. Это есть здоровая конкуренция нашим региональным торговым сетям. И если вы тоже как потребитель ходите по магазинам, и я часто бываю в магазинах, сейчас мы говорим про продовольственную сеть, то за последнее время заметно значительное снижение цен, особенно на плодо-овощную продукцию. Проблема торговли алкоголем, как известно, в ночные, в вечерние часы запрещено. Но позиция мэрии какова? То есть вы мониторите ситуацию, есть ли нарушения в этой сфере? Давайте федеральным законом. Вот я вам сейчас скажу как раз про постановление, о котором мы говорили, да, по границам, по расстоянию. Значит, федеральным законодательством перед органами местного самоуправления была поставлена задача, исходя из застройки, то есть специфики застройки города Архангельска, с учетом ее особенностей, мы должны были утвердить границы, прилегающие к некоторым организациям, объектам территорий. Вот теперь представьте себе, что в Архангельске установлены границы в 50 метров, то есть это имеется в виду 50 метров от входа в торговую точку до входа в объекты социальной сферы. То есть это школы, поликлиники, больницы? Да, школы, поликлиники, больницы, детские учреждения. Сюда входят и медицинские, то есть стоматологические кабинеты, которых в Архангельске на сегодняшний день очень много. Либо 25 метров. То есть 25 метров, это имеется в виду от входа в торговлю до границы, если это есть забор, огороженный объект социальной сферы. Кстати, такой вариант первоначально рассматривался на рабочей группе, в состав которой входили не только сотрудники мэрии города, но и депутаты Архангельской городской думы и представители управления внутренних дел по городу Архангельску. И вот ввиду очень плотной застройки городской территории и наличиства множества объектов, вокруг которых нельзя будет продавать алкогольные напитки, мы сейчас с вами их перечислили, да, и запретной зоной оказалась бы практически вся территория города. То есть получился такой замкнутый круг, да? Совершенно верно. За исключением окружного шоссе и жаровихи. То есть понятно, что в такой ситуации пострадала бы вся торговая сфера города, чтобы в итоге и сказалось бы на экономике областного центра. А как вышли ситуации? Тут же нужно было учитывать, что и население было бы вынуждено специально ездить за алкогольной продукцией куда-нибудь за пределы города, создавая пробки на дорогах и имея дополнительные затраты. То есть в мэрии города была проведена колоссальная работа, аналитическая работа была проведена. Мы составили перечень всех объектов, а их ни много ни мало, 800, соответственно, и 600. То есть 800 объектов соцсферы, 600 объектов торговли, которые у нас попали в эти границы. И вот на основе собранной информации началась разработка схем и границ прилегающих территорий. И, кстати, что бы я хотела сказать еще, может быть, не по примеру города Архангельска, но абсолютно аналогично по тем же расстояниям. Мы промониторили города, скажем, с таким же примером населением, как Архангельск. Это Сыктывкар, Владимир, города Вологодской, Томской, Ярославской области. То есть все вышли примерно на такое же расстояние, как и мы. И при этом важно подчеркнуть, что постановление было принято в соответствии со споряжением правительства Архангельской области. И, кроме того, при принятии решения мэрия города руководствовалась, у нас были рекомендации правительства Архангельской области. То есть, что я хочу сказать, что на сегодняшний день постановление принято. Оно работает, схемы опубликованы. И в любом случае, я думаю, что вы со мной согласитесь, торговля должна быть цивилизованной. То есть при этом мы не должны нарушать интересы наших горожан. Вот именно на таких принципах и строилась вся проводимая мэрия города работа. Сегодня есть четкое понимание, что тотальные и популистские запреты никогда не приводят к положительным результатам. А наоборот, способствуют ухудшению ситуации. И, если позволите, для примера, по данным Роспотребнадзора, за 8 месяцев 2013 года среди населения Архангельской области было зарегистрировано 542 случая отравления спиртосодержащей продукции. Это много или мало? При этом каждый третий закончился летальным исходом. Вот цифры говорят сами за себя. И это в полтора раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Вот я специально... То есть динамика была возрастающая? Конечно. То есть получается так, что население у нас не было готово адекватно реагировать даже на такие ограничения, которые, если вы помните, у нас был запрет алкоголя в дни проведения выпускных вечеров, последних звонков. То есть, конечно, это не повод идти на поводу и отменять все введенные ограничения. Но то, что нужно подходить к подобным вопросам очень осторожно и вдумчиво, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Вот у нас впереди, вы уже упомянули, нас ждут и выпускные, и последние звонки. То есть в этом году как будет обстоять ситуация с продажей алкоголя? В этом году будут действовать ограничения, но в этом году уже есть постановление мэрии города Архангельска о том, что последние звонки будут проходить 23 и 24 мая. То есть об этом уже предприниматели будут извещены, но в соответствии с законодательством за 10 дней. Мы подготовили документ за три дня, предприниматели, возможно, даже раньше, будут извещены о датах проведения последнего звонка. И также постановлением мэрии города определены даты проведения выпускных вечеров. Если в прошлом году их было 17 дней, то в этом году 4. Во всяком случае, это мы говорим... То есть они пройдут более массово, да? Они пройдут более массово, да, и скажем в более сжатые сроки, что опять-таки, я думаю, что будет, ну, скажем, неплохо для нашей торговли, потому что убытки были очень большие. То есть в эти дни, да, будут действовать ограничения в соответствии с 222-м постановлением правительства Архангельской области. Ну и горожане почувствуют меньше дискомфорта тем, кому нужно будет приобрести напитки для каких-то своих личных праздников. Конечно. А помимо этих дат, которые вы назвали, еще будут ограничения в ближайшее время в связи с праздниками? В ближайшее время ограничений, как таковых, не будет. Единственное, мы будем просить на основании решения Оргкомитета по 9 мая, у нас будет большой праздник, у нас будет организована полевая кухня для наших ветеранов. Мы будем просить те предприятия торговли, которые расположены в непосредственной близости от проведения данного мероприятия, ограничить продажу алкоголя, алкоголя в стекле, алкоголя в железных бутылках, ой, извините, бутылках в банках. Ну, я думаю, что предприниматели нас услышат. Говоря об ограничениях, вы имеете в виду временные рамки или объемы продаж? Нет, временные рамки мы будем просить ограничивать алкоголь именно во время проведения данного мероприятия. На ваш взгляд, вот эта мера ограничительная, она стала действенным инструментом во время тех же праздников? Ну, я думаю, что да. Понятно, что она была введена, прежде всего, с точки зрения каких-то морально-этических норм. Конечно, безусловно. И я думаю, что, наверное, это все-таки правильная мера. Защита прав потребителей, я думаю, тоже немаловажная тема. Давайте обсудим ее. Как выглядит у нас дело с нарушениями, скажем так, есть ли у вас статистика, и куда обращаться к людям? На сегодняшний день у нас статистики нет. У нас в июле месяце 2013 года в мэрии города был реорганизован отдел. Тоже, опять-таки, была проведена большая аналитическая работа, поскольку отдел был в составе управления по торговле и услугам населению. Но большинство обращений у нас шло по жилищно-коммунальной сфере. Но было принято решение о том, что нужна реорганизация отдела. На сегодняшний день достаточно ведомств в городе Архангельске, которые принимают посетителей. Это и есть общественная организация, а также есть территориальное управление Роспотребнадзор, которое находится на Гайдаре 24. В территориальном управлении есть отдел по защите прав потребителей, где работают очень опытные специалисты. Кстати, для тех, кто, если возможно, записать, у меня есть телефончик. Давайте с удовольствием. Да, у меня есть телефон горячей линии, куда наши потребители смогут обратиться. В случае, если их права были нарушены? Конечно, да. 8 800 281 82. Телефон бесплатный. Это федеральный телефон? Это федеральная линия, горячая линия, да. Тем не менее, говоря о нарушениях прав потребителей, все-таки что превалирует сейчас? Можете сказать? Вы знаете, по последним данным, которые у нас были, когда еще существовал наш отдел, конечно, больше всего было обращение, если мы сейчас говорим про торговлю, то это сложная бытовая техника, это по-прежнему оставались проблемными. Телефоны, мобильная и сотовая связь. И сложная бытовая техника, да, я уже сказала. Ну вот, пожалуй, все. Тут можно дать один совет, быть внимательнее при покупке. Конечно, да, но и тут все как повезет. На ваш взгляд, растет правовая грамотность северян, если касается, касаемо вашей сферы, сферы торговли? Да, за последнее время... Все-таки с людьми общаетесь? Конечно, конечно, правовая грамотность выросла, причем приятно отметить то, что не только молодежи, но и люди пенсионного возраста, которые приходят к нам. И когда я начинаю объяснять, что на сайте мэрии для вас есть бланки претензий, но вы, наверное, не сможете найти этот сайт, они говорят, что вы, что вы, запишите, мы все знаем, мы разбираемся, мы распечатаем бланочки, то есть когда у нас был реорганизован дел, мы сохранили всю эту информацию для населения. Она есть сейчас, да? Она есть и сейчас, да. И те люди, которые приходят к нам, обращаются в управление, мы никому не отказываем, мы всем помогаем. Ну, если кто не знает сайт мэрии, я думаю, стоит его назвать, это www.archcity.ru Касаемо весны, хотел с вами поговорить, в разрезе ответственности предприятий торговли общепита за содержание прилегающей территории, да? Потому что мы сейчас наводим чистоту, в городе объявлен двухмесячник. Как откликнулись предприниматели и те, кто занимается торговлей в Архангельске? Вы знаете, что предприниматели откликаются хорошо. Откликаются хорошо индивидуальные предприниматели, те, которые ведут бизнес свой в нестационарной торговой сети, о которой мы сегодня с вами беседовали. Предприниматели, которые занимаются сферой общественного питания, бытовых услуг и торговли, откликаются достаточно хорошо. Они сейчас у нас все проинформированы о том, что в городе у нас двухмесячник, 26 апреля первый субботник, на который мы всех любезно приглашаем. Предприниматели у нас сейчас уже начинают закупать саженцы цветов, чтобы украшать свои прилегающие территории. Поэтому я, в принципе, благодарна им за то, что они с пониманием многие относятся к нашим просьбам и тоже хотят сделать город наш чистым, красивым и уютным. Зона ответственности тех, кто занимается торговлей, это только ли рядом со своим объектом? Это какой-то метраж рассчитан? Зона ответственности, как правило, определяется администрациями территориальных округов, то есть в том округе, в котором находится данный торговый объект, определяет администрация территориального округа. Конечно, ответственность ложится, прежде всего, на арендатора или на предпринимателя. Но это мы говорим о тех площадках, которые именно есть в прилегающей территории. Парковки, которые, скажем, за дорогой, за проезжей частью, это тоже зона ответственности торгового центра. Вы уже упоминали, что предприниматели готовятся, закупают саженцы цветов. И я знаю, что в муниципалитете стимулируют таких людей, проводится конкурс на лучшее оформление. Вот несколько слов об этом направлении. Да, у нас ежегодно проводится конкурс, он называется «С любовью к городу». Там мы действительно, как вы сказали, мы стимулируем предпринимателей, мы выбираем самый лучший, самый красивый объект, будь то торговли, опять-таки общественное питание, либо сфера услуг. Мы награждаем дипломами. Я думаю, что это тоже очень почетно. Ну и в качестве стимула неплохая мера, да? Конечно. На ваш взгляд, если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, торговля в городе становится цивилизованной? Я думаю, что да. Торговля в городе приобретает новый цивилизованный формат. Я думаю, что горожане это тоже отмечают. Я думаю, что дальше будет только лучше. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в прямом. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Ирина Владимировна, вот у нас будет маргаринская ярмарка опять в этом году. Что-нибудь новое вы можете сказать? Когда у нас, наконец, она будет находиться под крышей? Потому что всегда бывает осенью погода очень плохая. Дождь. Неудобно и покупателям, и продавцам. Спасибо большое. Да, вот есть какие-то варианты, может быть, и... Спасибо за звонок. Да, я абсолютно с вами согласна. Но в этом году, в 2014 году, ярмарка будет проходить пока на том же земельном участке, на котором мы ее проводили. Ну, я надеюсь, что в перспективах город и область мы сейчас заняты поисками и озадачены поисками нового участка. Я, конечно, абсолютно согласна с дамой, которая позвонила. Я думаю, что... Ну, в любом случае, я с надеждой смотрю в будущее и думаю, что, может быть, в следующем году у нас все получится. Мы найдем другую площадку, более удобную. А у нас очередной телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Я поняла, что речь идет о дворовой территории Труицкий-81. Да и, скорее всего, и с внешней стороны. С внешней стороны я услышала замечания и пожелания, поэтому мы, естественно, проработаем то, что касается внешней стороны. То, что касается дворовой территории, тут, не знаю, к сожалению или, может быть, к счастью, не знаю, но, во всяком случае, это правильно, это зона ответственности управляющей компании. Поэтому здесь, скорее всего, что жильцам нужно выходить на управляющую компанию, решать с ними данные проблемы. Да, у нас очередной телефонный звонок под конец программы, люди решили побеседовать с вами. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу вам задать вопрос. У нас по Советской и по другим улицам на остановках настроили кулинарии, которые работают круглосуточно. Во-первых, вокруг них грязь, особенно на красных партизан. Торгуют они пивом. Там, я не знаю, вывечка какая, там помыть руки негде. И почему-то в других городах борются против всех этих ларьков, киосков. А тут кому нужны эти кулинарии ночью? Вот такой вопрос у меня. Вот тут та самая тема. Это больная тема, да, затронутая. Вы знаете, что, конечно, мы боремся. Я не могу сказать, что мы бездействуем. Тот адрес, который мы назвали, красных партизан 22 и не только. Есть еще один адрес, тоже в Соломбальском территориальном округе. Они вам известны, да? Они нам известны. Эти адреса нам известны. Более чем нам известны предприниматели. Они работают в нарушении всех действующих норм нашего закона. Как я уже говорила, нестационарные объекты торговли, которые размещаются в городе, это объекты торговли. Предприниматели, обходя законы, вывеска кулинарии. Вывеска кулинарии, это говорит о том, что там располагается предприятие общественного питания. Это уже другая форма, да? Да, это другая форма торговли. С данным предпринимателем, который сейчас нам заявили, по красных партизан 22, у нас была неоднократная проверка совместно с органами управления внутренних дел по городу Архангельскому, где выявлялись все правонарушения, составлялись протоколы административных правонарушений. Но в ВОЗ и ныне там, правильно? Нет, не совсем так. К сожалению, мэрия города, на сегодняшний день мы не заключаем договора с предпринимателями. Это задача Министерства имущественных отношений области. Мы направляем предложения, и в частности по данному киоску направлены предложения в Минимущество Архангельской области о расторжении договора с недобросовестными предпринимателями. В связи с тем, что они нарушают законы? Все нормы действующего федерального закона. О чем они предупреждены были нами неоднократно. Мы направляли им письма, мы им предлагали сменить специализацию данного объекта. То есть это можно было торговать цветами, которых в данном микрорайоне нет. То есть предпринимателям была проведена определенная работа, но все меры административного воздействия были приняты. На сегодняшний день мы ждем решения Минимущества о расторжении договора аренды с данным предпринимателем. Но главное, что вопрос этот можно решить в правом поле, и он решается. И он решается, безусловно. Спасибо большое. Если подводить итог нашей сегодняшней беседы, я думаю, что главное, чтобы всем нам было с чем зайти в магазин. Согласна. Не пустых кошельков всем нам. В центре внимания сегодня была начальник управления по торговле и населению мэрия Архангельска Ирина Любова. Всего доброго и до встречи в центре внимания. До свидания.